Всем привет и доброго утра на StopGame.ru Наконец-то BioWare разразилась детальным анонсом Mass Effect Legendary Edition. Если кратко, релиз 14 мая, в состав переиздания входят все три части с дополнениями, но без мультиплеера, движок остаётся прежним. А теперь к подробностям. Главное здесь, конечно, адаптация игр под современные мощности и разрешение. Тут вам и 60 FPS, и поддержка 4K, и HDR. Но кроме этого, картинка подверглась весьма ощутимой переработке. Авторы обновили модели и уложили на них гораздо более чёткие текстуры. Само по себе это, быть может, выглядело бы не особо впечатляюще, но свежие эффекты и освещение творят настоящее волшебство. На основе просмотра полутораминутного трейлера экспертно заявляю, что выглядит оно не хуже фанатских модов, с установкой которых ещё повозиться приходится. Особенно много внимания уделили первой части трилогии. Очень уж, видимо, устарела она на фоне последовательниц. Касается это и локаций. Так, пустоватые планеты, вроде Илоса или Итан Прайен, получили кучу новых деталей. Но существенные правки затронули также и интерфейс, и сам игровой процесс. Камера и прицеливание отныне должны стать более плавными. Враги умнее, мини-игры реже, а управление мака соответствующим правилам Женевской конвенции. Осуществлена также работа по приведению визуальной составляющей всех трёх частей к единому знаменателю, чтобы персонажи больше походили на себя же из разных частей. Да и сам... Мааа Шепард тоже не избежит подобной унификации. В том числе благодаря расширенному редактору персонажа, куда добавят несколько новых причесок и отстенков кожи. У нас тут по первым впечатлениям от ремастера целый материал вышел. Обязательно почитайте, если собираетесь вернуться к спасению галактики этой весной. Тем более, что предзаказы уже открыты. Правда, обойдёт с удовольствием в 3,5 тысячи рублей. И это только на PC. И только в Origin. Несколько менее впечатляющей обновкой может похвастаться и God of War. Правда, в отличие от Mass Effect, уже добравшейся до публики. Вчерашний патч, вышедший для версии игры на PlayStation 5, предлагает на выбор два режима. Создатели Resident Evil Village со вкусом так и сознанием дела прошлись по фетишам аудитории. И мы имеем то, что имеем. Мадам Демитреску как главный секс-символ месяца, если не текущего года сразу. Пока ревностные фанаты серии удивляются, откуда во вселенной с вирусами и зомби-каноничные викторианские вампиры, народ ликует, рисует сотни картинок преимущественно эротического характера и плевать хотел на эклектичность формируемого мироздания. Готишные кровососы же, чего вам ещё надо? Capcom такому вниманию только рада, официально сообщает, что фан-арты – дело богоугодное и неожиданно возникший культ всячески приветствует. Поэтому на всякий случай сообщает, что рост румынской дамы со шляпой и каблуками составляет 2 метра 90 сантиметров. Имейте в виду, когда будете рассчитывать пропорции на рисунках или в косплее. Если же плод фантазий японцев для вас слишком банален, есть вариант вайфу пожёстче. Суккуба в Саквибас породу деятельности обязана разжигать в мужчинах и некоторых женщинах потаённую страсть, а тут ещё и настройка внешности позволит слепить отродье вашей мечты. Выбрать разрешают телосложение, черты лица, размер и форму рожек. Чтобы получить всё самое вкусное и соблазнительное, а также зачем-то прикрыть одеждой открытое всему миру естество, придётся раздобыть немало душ поверженных врагов. Может им и умирать будет легче, зная, что всё пойдёт на благо красоты. Китайцы из Digital Sky явно питают тёплые чувства к серии Devil May Cry. Иначе сложно объяснить, почему их Project DT так похожа на заморский слэшер. Только вот эстетику ненавистных японцев Поднебесная, видимо, уже не разделяет. Так что вместо анимешных белоголовых мужиков мы играем за облачённую в сталь девушку, а кромсаем не псевдо-христианских демонов, а недружелюбно настроенных роботов. Зато и геймплей с кучей ударов и рывками выглядит списанным с DMC, и даже эффективность развешивания люлей оценивается рейтингом от D до SSS. Но, увы, кроме тизера и короткой демонстрации игрового процесса, у нас почти ничего и нет. Ни описания сюжета, ни платформ, ни даты выхода. Известно лишь, что студия набирает специалистов по работе с движком Unreal Engine 4, а также моделеров, аниматоров и сценаристов. Значит, скорее всего, стадия разработки ещё очень ранее, и в ближайшее время релиза не случится. Не новость, но важная дата. 1 февраля студии id Software стукнул тридцатник. Создатели Wolfenstein 3D, Quake и Doom благодарят основателей, партнёров и, конечно же, игроков за оказанную поддержку, и обещают продолжить удивлять в будущем. На этой приятной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Не забывайте заходить на сайт stopgame.ru, там, напомню, вас поджидает материал с подробностями ремастера трилогии Mass Effect. Счастливо и хорошего вам дня.